Секс после родов. Как девушке снова начать испытывать удовольствие. Рождение ребенка важное и счастливое событие в вашей жизни. Но вместе с радостью и безграничной любовью оно приносит и некоторые проблемы в сексе, с которыми вы раньше никогда не сталкивались. Как их решить и что нужно знать, чтобы интимная близость после родов была приятной и безопасной. Кстати, если размер твоего члена меньше 18 см, то я уверена, ты постоянно чувствуешь неуверенность в себе. А если это еще сопровождается импотенцией, то дела явно плохи. Под видео мы оставили ссылки на препараты, которые помогут тебе избавиться от импотенции и решить проблемы с небольшим размером. Они изготовлены полностью из натуральных компонентов, а применив весь курс, ты сможешь полностью избавиться от проблем с потенцией и увеличить свой размер. Ознакомься с отзывами мужчин, если у тебя присутствуют какие-то сомнения. Тогда уже можно. В среднем врачи советуют выждать 6 недель. Но все же перед возобновлением половой жизни посетите гинеколога, чтобы быть уверенными в том, что секс пройдет гладко во всех смыслах. Если ваша женщина пока не чувствует желания, не стоит торопить события. Как начать? Как подобраться? Некоторые из этих правил применимы в любых сексуальных отношениях, а не только при интимной близости после родов. Важно понимать, что женщине нужно время, чтобы восстановиться, чтобы она снова стала чувствовать себя женщиной, а не только матерью. Чтобы либидо вернулось, и нужно просто подождать и дать ей время. Первое. Долгая прелюдия. Женщине обычно требуется больше времени, чтобы разогреться, а после родов она нуждается в еще более долгих предварительных ласках. Ты должен быть бережен и терпелив. Тем более, что прелюдия порой доставляет много удовольствия. Используя разные техники и секс-игрушки, а также можно использовать атрибутику, настраивающую на эротический лад. Второе. Дай ей отдохнуть. Большинство новоиспеченных мам буквально валятся из ног от усталости и недосыпания. О каком сексе может идти речь? Прежде всего, ей нужно уделить время себе и как следует расслабиться. В этом помогут горячая ванна, массаж, да и просто крепкий качественный сон. Третье. Не дави на нее. Если ее сил для секса все-таки недостаточно, заставлять наихудшая идея. Ты обязан учитывать ее нет, ровно как, если ты ей скажешь нет. Кажется, это непреложная и очевидная истина, но это до сих пор многие не знают. Четвертое. Используй лабрикант. Из-за действия гормонов у недавно родившей женщины может не хватать естественной смазки. К счастью, в аптеках и секс-шопах большой выбор смазок. И бери ту, что на водной основе и с натуральным составом. Это безопасно для кормящих мам. Лабриканты с глицерином нарушают баланс вагинальной микрофлоры. А также не должно быть искусственных ароматизаторов и сахара в составе. Напомню, что вы можете пройти курс, чтобы продлить половой акт и навсегда избавиться от преждевременной эякуляции. Благодаря нему вы сможете сами контролировать и решить для себя, когда хотите закончить через 20 минут, 60 или 3 часа. Будете испытывать намного больше удовольствий и ощущений, которые дарят вам занятия сексом. А также предлагаю пройти курс, чтобы справиться с простатитом. Ссылки найдете под видео. Пятое. Ищите удобную позу. В вашем с ней нынешнем состоянии любимую позу для секса, возможно, придется выбирать заново. Поскольку травмы, которые женщины иногда получают при родах, могут вызывать болевые ощущения. Шестое. Разделите ответственность. Часто бывает, что молодая мама взваливает на себя весь быт и, конечно, большую часть ухода за ребенком. И если ты не хочешь, чтобы твоя любимая стала мамочкой для тебя или вообще охладела и стала испытывать неприятные эмоции к тебе, то тогда окажи ей помощь. Это позволит вам больше отдыхать и укрепит доверие в паре. Сил на секс сразу прибавится. Седьмое. Тренировка мышц. После родов мышцы тазового дна могут терять тонус. Если ты ей хочешь помочь быстро восстановиться, то можешь для нее приобрести курс по интимной гимнастике. Рекомендую курсы, где используются тренажеры в агетон. Восьмое. Любовь и принятие. Это киты, самоощущения как никогда важны. Изменения тела после беременности и родов могут стать тяжелым испытанием для самооценки вашей женщины. Говори больше комплиментов, приглашай ее в кафе, гуляйте вместе, проявляй джентльменские качества. И еще что нужно знать. Если положенный для секса срок вроде бы наступил, а соответствующее настроение запаздывает, или если желание у нее все-таки вернулось, но во время близости она испытывает боль, то нужно обратиться обязательно к гинекологу. Иногда причиной того, что либидо замирает на нулевой отметке, бывает послеродовая депрессия. Это состояние уж точно не нужно игнорировать. С такими проблемами сталкивается много женщин. Просто не все готовы об этом рассказывать. Берегите своих женщин, любите себя, свою женщину и секс. С вами была Полина Левенталь. Не забудьте поставить лайк. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok